Язык всем знаниям и всей природе ключ. Сегодня Международный день родного языка. Я думаю, особенно для нашей республики, где дружно проживают представители более 170 народностей, этот день очень особенный. Мы ежегодно проводим массу мероприятий, масштабных мероприятий, посвященных неродного языка. Как на татарском, русском, чувашском, марийском, удмуртском. И других языках. Опасные огни ночного города. Что такое световое загрязнение? Есть категория граждан, и надо подходить индивидуально, которые чувствительны к световому давлению во время, когда должен быть сон. Причины снежной аномалии в Казани. Сегодняшний день на нашей метеостанции Казанского университета высота снежного покрова 78 сантиметров, 80 сантиметров практически. А фактически она должна быть по климатическим норме порядка 48 сантиметров. И зима еще не закончилась. У нас зима заканчивается примерно с 31 по 3 апреля, когда температура среднесуточная перейдет через нулевую отметку в сторону повышения. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Гульшат Губайдулина. 20 февраля Казанский федеральный университет посетил министр научно-технологического развития, высшего образования и информационного общества Республики Сербской, Энтитет Боснии и герцеговины Желько Будемир. В ходе визита ему провели экскурсию по Музею истории Казанского университета. Далее проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев презентовал деятельность вуза, отметив разнообразие реализуемых образовательных программ и его развитую инфраструктуру. Желько Будемир с интересом ознакомился со структурой КФУ, приоритетными задачами вуза, которые в этом году, напомним, отмечает 220-летие. По итогам встречи удалось выстроить траекторию дальнейшего сотрудничества между КФУ и Баня-Лувским университетом, старейшим и крупнейшим вузом Республики Сербской. Также сторонами была рассмотрена возможность подписания меморандума о взаимопонимании. Будущее сотрудничество затронет взаимодействие технических направлениях в естественном и коммунитарных блоках, как выразил надежда министр. Что касается будущего сотрудничества, я считаю, что мы можем установить сотрудничество между нашими университетами. С университетами Республики Сербской и КФУ. Будь то сотрудничество между факультетами по всем направлениям. Техническая, естественная науки и гуманитарный блок. Стартовал прием заявок на фестиваль семей Казанского Федерального Университета. К участию приглашаются сотрудники, преподаватели, студенты, а также члены их семей. Принимаются заявки для участия в творческих конкурсах 8-го фестиваля семей сотрудников, преподавателей, учащихся Казанского Федерального Университета. В этом году в рамках фестиваля предусмотрено проведение пяти конкурсов. Конкурс детских рисунков «Веселая палитра», детских подделок «Красота рукотворная», детский конкурс талантов «Маленькая страна», интеллектуальная игра КФУ «Квиз», фотоконкурс «К семейному альбому прикоснись». В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошло торжественное открытие ежегодной 15-й международной научно-практической конференции аспирантов, студентов и учащихся «Тюркская лингвокультурология. Проблемы и перспективы». При участии заместителя министра образования и науки Республики Татарстан Мензалии Закировой о том, как прошло мероприятие, узнаете далее. 21 февраля отмечается Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Сегодня в мире насчитывается около 6 тысяч языков, многие из которых находятся на грани исчезновения. В честь этого в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла конференция, посвященная изучению тюркских языков. В ней участвовали аспиранты, студенты и даже школьники. Сегодня Международный день родного языка. Я думаю, особенно для нашей республики, где дружно проживают представители более 170 народностей, Этот день очень особенный. Мы ежегодно проводим массу мероприятий, масштабных мероприятий, посвященных неродного языка, как на татарском, русском, чувашском, марийском, удмуртском и других языках. Научно-практическая конференция проводится в Институте филологии и межкультурной коммуникации уже в 15 раз. Она помогает привлечь молодежь к занятиям научной деятельностью. Уже со школьных лет ребята начинают проводить лингвистические исследования и продолжают ими заниматься в студенческие годы. Конференция также помогает школьникам с профориентацией, если они еще не выбрали, в каком направлении развиваться после выпуска. В честь неродного языка мы ежегодно, уже 15 раз проводим нашу конференцию. Это международная конференция для школьников и студентов. То есть это для молодежи, для занятия молодежи именно наукой. Она посвящена проблемам и перспективам цюрского языкознания. То есть все цюрские языки, их насчитывается более 30 языков цюрских языков. Проблема этих языков рассматривается на нашей конференции. Родной язык — одна из главных ценностей человечества. Он составляет историческую основу каждого общества. Такие конференции доказывают, что его сохранение и знание — это путь к сохранению своей национальной идентичности, к воспитанию уважения и любви к историям и обычаям многочисленных народов нашей великой страны. Родной язык неотделим от народа, поэтому с его утраты исчезает его культура, национальное самосознание и будущее. Алина Чупрова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Мы, жители современных городов, настолько привыкли к повсеместному искусственному освещению, что даже не представляем, какую угрозу оно может представлять. Наблюдать огни ночного города, конечно, приятно, но бессонница и депрессия могут поджидать где-то рядом. По данным научного журнала Science Advanced, более 80% населения планеты живет под засвеченным небом. Казалось бы, чем человеку может навредить обычный свет? Однако, проблема светового загрязнения в крупных городах стоит остро. Световое загрязнение, в строгом смысле слова, это вызванное человеком превышение уровня наружного света по сравнению с естественными показателями. Также световым загрязнением называют наличие нежелательного, неподходящего или чрезмерного искусственного освещения. Существует несколько типов светового загрязнения. Световое вторжение – это явление, когда свет попадает в окно и мешает полноценному сну. Чрезмерное освещение – это явление, при котором интенсивность света превышает необходимую для определенной деятельности. Оно разнится от страны к стране в зависимости от модели использования света. Переизбыток источников света, который может привести к ослеплению, особо опасен на дорогах, так как сильно повышает вероятность аварий. Есть категория граждан, и надо подходить индивидуально, которые чувствительны к световому давлению во время, когда должен быть сон. А есть такая категория граждан, которые к этому не чувствительны, надо подходить индивидуально. Эти исследования есть. Ко мне, как к психотерапевту, как к психологу, конечно, обращаются люди с неврозами, но невротик обычно еще имеет плохой сон автоматически, потому что плохой сон, бессонница, инсамение – это часто просто продолжение дневного невроза только в ночное время. Поэтому эта проблема серьезная, и вообще, согласно мировой статистике, на первом месте из ценностей – это пища, на втором месте – сон. Световое сгрязнение наносит вред окружающей среде и экосфере. Оно сопряжено с большими энергетическими потерями. Согласно данным Международной ассоциации темного неба, по крайней мере 35% наружного освещения тратится впустую из-за плохого проектирования осветительных приборов. Однако наиболее сильный негативный эффект от светового загрязнения испытывают астрономы. Космический мусор и спутники отражают свет, исходящий от Земли, а зеркальные ими лучи Солнца постоянно появляются в виде полос при астрономических наблюдениях, проводимых с помощью наземных телескопов. Если ничего не припринять, в скором времени люди не смогут изучать космос Земли. Однако важнее всего отметить то влияние, которое световое загрязнение оказывает на людей. Процессы в организме человека могут сбиться из-за светового загрязнения, что чревато бессонницей, хронической усталостью, головными болями, стрессом и тревогой. Излишнее воздействие света по ночам и сопряженное с этим нарушение циркадных ритмов может привести к депрессии. Если человек долго не будет спать, у него возникает депрессия. Вообще человек максимум может не спать где-то исследование проводили 36 часов, а потом начинается галлюцинация. Если человеку просто не дают спать в силу определенной среды, в которой он живет, а он здоровый, а ему не дают спать, это может стать триггером для невротизма и депрессии. Существуют рекомендации, с помощью которых можно сократить световое загрязнение. По словам экспертов, для этого надо руководствоваться следующими принципами. Использовать искусственное освещение умеренной интенсивности, теплых оттенков и только там, где это действительно нужно. Желательно также, чтобы свет был направленным и не затрагивал окружающую территорию. Какой из всего этого можно сделать вывод? Несмотря на то, что световое загрязнение, но и серьезный ущерб окружающей среде и человеку, вряд ли стоит ожидать глобальной борьбы с этим явлением в ближайшее время. К тому же, в мире существуют и куда более серьезные проблемы, в том числе и экологического характера. Азад Хусейнов, Тимур Ахметов, Универ Новости. Снежные бури заставили сотни тысяч человек стать заложниками сугробов и необычайно сильных морозов. Большая часть жителей республики задалась вопросом, почему же на долю именно этой зимы выпало такое странное и аномальное похолодание? Всю зиму Казань атаковали аномальные морозы и метели. Перекрытые трассы рушили планы людей, а сугробы становились виновниками ДТП. Город уже устал от снега, но коммунальные службы просто не успевают его ввозить. Так почему же Казань в этом году оказалась в объятиях снежной бури? Давайте разберемся. Аномальная погода пришла в Казань еще в начале декабря. Тогда ударили нежданные морозы до 30 градусов, став первым, но не главным потрясением для казанцев. Холода превышали норму, в то время как количество осадков не доходило до средней отметки. Однако в середине января природа обрушила на город больше половины месячной нормы осадков. Это повлекло задержку десятков авиарейсов, ограничение движения автотранспорта на федеральных трассах и затруднение перемещения пешеходов. На сегодняшний день на нашей метеостанции Казанского университета высота снежного покрова 78 сантиметров. 80 сантиметров практически. Фактически она должна быть по климатическим норме порядка 48 сантиметров. И зима еще не закончилась. У нас зима заканчивается примерно с 31 по 3 апреля, когда температура среднесуточная перейдет через нулевую отметку в сторону повышения. Поэтому снег еще может быть. Уже в начале декабря столбик термометра опустился до отметки минус 25, хотя обычно средняя температура в это время составляет минус 8 градусов. Морозы держались почти неделю, пока 20 декабря погода резко не ударилась в плюс на несколько дней. Новый год Казань встретила в теплых куртках, а в конце месяца холод опять уступил место оттепели в районе нуля. В день всех влюбленных теплом погода не наделила, наслав на город морозы до 22 градусов. Эта зима оказалась немножко ниже климатической нормы. В декабре примерно 1 градус. Холоднее оказался январь на 3 градуса даже. Ну и февраль, он не будет теплее климатической нормы. А климатическая норма – это порядка 10 градусов для февраля месяца. Значит, будет чуть-чуть попрохладнее. Почему? Потому что первая декада и вторая по 11 градусов со знаком минус. Ну и вот нынешняя декада, заключительная, она тоже не будет, в отличие от московской, скажем, погоды, больше климатической нормы. Почему? Потому что на нас сейчас влияет сибирский антициклон. Эта зима удивляла не только скачками температур, но и обильными осадками. Такого снега не только Казань, но и России они видели 11 лет. Вот так получилось. У нас были волны холода и волны тепла. Вот волна холода была в начале декабря, затем в начале января морозы установились на целую декаду, ниже чем минус 20 градусов. В феврале у нас было 4 дня, тоже температура была низкой, ниже минус 20 градусов. Но были волны тепла. Вот эти волны тепла, они обусловлены как раз выходом северо-стантических циклонов. И они принесли нам много осадков. В середине января за пару дней выпало около 70%, а за первые 6 дней февраля половина месячной нормы. Такая экстремальность погодных условий связана с глобальным потеплением и влиянием Северной Атлантики. Несмотря на то, что календарная зима подходит к своему концу, снега вряд ли прекратятся через неделю. Но мы продолжим надеяться, что весна наступит в Казани как можно скорее. Алина Чупрова, Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Александр Антонов. Универ Новости. 21 февраля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с Ингой Югай, доктором искусствоведения, профессором кафедры режиссуры мультимедиа Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Своё выступление Инга Югай посвятила крайне актуальной на сегодняшний день теме – кинематограф и компьютерные игры, особенности жанра образования. Она отметила, что в условиях стремительного развития научных и медийных технологий в современном мире сформировались два вида искусства – кино и компьютерные игры. Кинематограф имеет длинную историю развития и претерпел множество трансформаций и изменений. Компьютерные игры, в свою очередь, являются более молодой формой искусства. Они продолжают развиваться и совершенствоваться, набирая всё больше популярности среди взрослых и детей. Также в своей презентации Инга Югай выделила сходства и различия компьютерных игр и кино и рассказала об особенностях жанра образующих признаков, которые позволяют долгое время удерживать внимание публики и привлекать новых поклонников. На этом всё. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!